Душевные строки от благодарных потомков Душевные строки от благодарных потомков подведены итоги ВИИ юбилейного Всероссийского литературного конкурса Героя Великой Победы 2019 Когда это творческое состязание, приуроченное к празднованию 70-летия Великой Победы, только задумывалось, никто из организаторов и предположить не мог, какие оно приобретет масштабы. Пишущих патриотов от мала до велика оказалось так много по стране, Работы даже после подведения итогов и награждения победителей продолжали поступать, что решено было сделать конкурс ежегодным. Поток литературного творчества не иссякает и сегодня. С каждым годом количество песен, стихотворений, фотографий, рассказов, посвященных Великой Отечественной войне, только увеличивается. Героизм фронтовиков – это не только наследие России и память о проявленном мужестве народа, это еще и ориентиры для нынешнего поколения. Знание истории своей страны, гордость, беззаветная преданность и любовь к своему Отечеству – это основа сильного государства. И такие конкурсы, как Герои Великой Победы, укрепляют эту основу, способствуют сохранению военно-исторической памяти. Ведь в творческом состязании принимают участие не только зрелые писатели, профессионалы, в трогательных, но не менее глубоких строчках совсем юных талантов, делающих свои первые шаги на этом поприще, вся палитра чувств. Свою благодарность фронтовикам, свое восхищение, боль, надежду участники Всероссийского литературного конкурса выражают в самых разных жанрах. В этом году среди номинаций проза, поэзия, публицистика и песня. Отдельно отмечены проба пера и рисунок. Работы более чем 70 авторов получили высокую оценку жюри. В этом году на конкурс Герои Великой Победы пришло рекордное количество заявок – более 14 тысяч. Церемония награждения победителей состоялась в Центральном доме юнормии. Призеров лично поздравил заместитель министра обороны России начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картополов. Подвиг наших дедов и прадедов бесценен. И наша общая задача – чтобы об этом подвиге знали. Поэтому надо вспоминать, изучать и писать об их героизме. «Такие конкурсы позволяют не только проявить творческие способности, но и через судьбы людей лучше узнать историю своей страны», – отметил генерал-полковник Андрей Картополов, наградив организаторов ведомственными медалями памяти героев Отечества за столь важную и, как показало время, действительно актуальную инициативу. В этом году Архкомитету, в состав которого вошли представители Союза писателей России, Министерство обороны и Министерство культуры, предстояло оценить свыше 14 тысяч работ. Впечатляет и география. Литературные рассказы, очерки, стихотворения, песни, фотографии и рисунки исторического и военно-патриотического содержания на конкурс, «Кроме жителей регионов России, присылали наши соотечественники, проживающие в Германии, Норвегии, США, Узбекистане». «Представляю, насколько тяжело было отобрать лучшие работы. Но хочется отметить и тех, кто не прошел финал. Их труды, рассказывающие о настоящих героях, заслуживают не меньшего признания и уважения», – подчеркнул первый заместитель начальника главного штаба ЮНОРМИИ Виктор Бусловский. Победителей также поздравили первый заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Аверьянов, первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зейнкович, замминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Призы и дипломы участникам вручил зампредседателя правления Союза писателей России Константин Пуляковский. Стоит отметить, что среди награжденных были как ветераны конкурса, которые на протяжении всех пяти лет с момента его основания принимают в нем участие, так и юные таланты. Среди них юнармеец Елизавета Львова из Краснодара, которая стала победителем в номинации «Поэзия». «Я пишу с семи лет», — сказала Лиза. Темы в стихотворениях самые разные. Однако я дочь военнослужащего, и этим, думаю, многое сказано. Папа с самого раннего детства прививал мне любовь к родине и ее истории. Именно поэтому у школьницы немало патриотических стихотворений, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны. Признаться, когда я читаю их на публике, в рамках конкурсов или фестивалей, не всегда могу совладать с эмоциями и сдержать слезы, поделилась моя собеседница, которая, к слову, увлекается не только литературным творчеством. Лиза обладатель золотого значка кто? Три степени. Юная хрупкая поэтесса занимается сразу несколькими видами спорта — каратидо, плаванием, верховой ездой, серфингом, дайвингом, рафтингом, стрельбой из лука, горными лыжами. Лиза обладатель зеленого пояса под Хэквонда, имеет международный сертификат дайвера, позволяющий погружаться до глубины 18 метров без инструктора. В 2017 году, как представитель Краснодарского юноармейского движения, она участвовала в первом комплексном международном пробеге от Краснодара до Севастополя и была удостоена знака за верность традициям старших поколений. К слову, в копилке 13-летней школьницы различных наград немала. Но самая дорогая из них нагрудный знак «Горячее сердце». Его девочка была удостоена как инициатор создания юноармейского отряда в одной из коррекционных школ Краснодара, где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Лиза, которая вместе с родителями пришлось бороться за свою жизнь, когда на 21-й день после ее рождения врачи поставили неутешительный диагноз, считает, что есть разные способы беречь страну и свой родной край как делом, так и словом. Сегодня достижением этой сильной, в том числе и духом, девочке нельзя не изумляться. Что же касается творческих конкурсов, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне, то проявить себя у подрастающего поколения еще будет возможность, и не одна. К примеру, до конца года юноармейское движение совместно с Союзом писателей и издательством детской литературы планирует запустить проект под названием «Два капитана». По условиям этого всероссийского литературного конкурса юноармейцам предстоит в форме рассказа, эссе или стихотворения рассказать об истории своей семьи, подвигах земляков или о героях, на которых они хотят быть похожи. Жанна Юсубова, «Красная звезда»